Всем привет! Меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам предлагаю посмотреть небольшое интервью, отрывок из популярного российского ТВ-шоу. Сразу скажу, что участники этого интервью говорят достаточно быстро, поэтому, если необходимо, уменьшайте скорость видео. Также напоминаю вам, что это разговор, они используют разговорную лексику, и структура предложения тоже разговорная, не всегда правильно структурированная. Итак, смотрим первый отрывок. Ну давайте для зрителей первого канала, давайте расскажем, у вас же такая интересная судьба. Во-первых, я тут смотрел ваше интервью. Вы в интервью говорите, я, между прочим, без малого 20 лет певица. И я пытаюсь понять, стоп, 20 лет без малого певица, вам всего сколько лет? 24 почти. Ну расскажите, как все начиналось. Итак, давайте разбирать, что говорили участники. Давайте для зрителей первого канала давайте расскажем. Давайте это призыв к действию. Например, если вы хотите пригласить кого-то в кино, вы можете сказать давайте или давай сходим в кино. Давайте, если вы обращаетесь к нескольким людям, либо к одному человеку, но на вы. Давай это вы обращаетесь к кому-то одному. Зрители это те, кто смотрит телевизор, либо фильм, либо спектакль. И первый канал, первый канал, это самый популярный канал на российском телевидении. У вас же такая интересная судьба. Здесь частичка же усиливает это предложение. Можно сказать, у вас такая интересная судьба. Можно, но же она усиливает это предложение. Во-первых, я тут смотрел ваше интервью, и вы в интервью говорите. Я, между прочим, без малого 20 лет певица. Когда мы перечисляем что-то, может быть какие-то причины, мы говорим во-первых, во-вторых, в-третьих. Очень часто мы эти слова употребляем. Между прочим. Между прочим это синоним кстати. Например, я доктор и между прочим и или и кстати лучший в городе. И слово без малого. Например, я накопил без малого 10 тысяч долларов. Без малого это значит почти, почти 10 тысяч долларов, либо без малого 10 тысяч долларов. Следующая фраза. И я пытаюсь понять. Стоп. 20 лет без малого певица. Ну вам всего сколько лет? 24 почти. 24 почти. Ну расскажите, как все начиналось? Здесь, надеюсь, все понятно. Смотрим следующий эпизод. Ну в 4 года, даже в 3. Я подошла к маме, это реальная история. Я подошла к маме и говорю, мам, я так хочу быть певицей. И она мне отдала в хор. Мы тогда жили еще в городе Екатеринбурге. И вот, и как-то так пошло. Я не знаю, с самого детства я чувствовала, что я должна только петь, только заниматься музыкой. И пошла там филармония, фортепиано, гитара, группы, джаз. Итак, рассмотрим и переведем, что же они говорят. Ну в 4 года, даже в 3. Я подошла к маме. Ну мы используем в разговорной речи. Это не литературное слово. Это значит, well, да, когда вы не знаете, что сказать, вы говорите, ну... А я подошла к маме. Подойти к кому? К чему? Подойти к плюс дательный падеж. Например, вам кто-то звонит и говорит, ты где? Вы говорите, я уже подхожу к дому. Вы приближаетесь к дому. Дательный падеж. Это реальная история. Я подошла к маме и говорю, мам, я так хочу быть певицей. Хотеть стать либо хотеть быть плюс профессия в творительном падеже. Я хочу быть певицей. Певица это творительный падеж. И она меня отдала в хор. А здесь отдавать, отдать либо отдавать в сад или в школу. Это значит, что отдавать, например, ребенка в сад или в школу, это значит, что ребенок будет ходить в сад или в школу. Например, мы отдали сына на плавание. Теперь он ходит в бассейн два раза в неделю. То есть отдавать на плавание, это значит, что ребенок будет ходить на уроки по плаванию. Мы тогда еще жили в городе Екатеринбурге. И вот как-то так вышло. Я не знаю, с самого детства я чувствовала, что я должна только петь, только заниматься музыкой. Здесь она говорит с самого детства. С плюс период времени в родительном падеже. Например, с самого утра я хочу спать. Это значит, что начиная с утра и до, я не знаю, весь день я хочу спать. С самого утра я хочу спать. Или с февраля я занимаюсь спортом. С февраля. Родительный падеж. Она говорит я должна только петь. Должна. Это у нас модальный глагол. Мы его спрягаем. Она должна. Он должен. Мы должны. Плюс инфинитив глагола. Мы должны делать что-то. Как она здесь говорит я должна только петь. Должна петь, петь, инфинитив. Заниматься плюс хобби в творительном падеже. Например, заниматься спортом, рисованием. Либо как она здесь говорит заниматься музыкой. Это у нас творительный падеж. И последняя фраза. И пошло там филармония, фортепиано, гитара, группы, джаз. Выражение и пошло. Вообще полное выражение и пошло-поехало. Это значит, что что-то началось и продолжает быстро развиваться. Например, я начала работать в кино и пошло-поехало. Гастроли, съемки и так далее. И как здесь она говорит и пошло там филармония. То есть она начала заниматься музыкой и пошло-поехало. Все возможные кружки, музыкальные инструменты и так далее. И пошло-поехало. Смотрим следующий отрывок. Я вообще не рассматривала никаких вариантов. И даже в школе я подходила к своим учителям. Оставляла им свою подпись и говорю, вы знаете, когда я стану популярной, я буду расписываться вот так. Ну естественно, надо мной все прикалывались, немножко стебались. Учителя? Ну и учителя, и в классе, ну не то, что прям стебались, но это была такая шутка смешная. Ну то есть никто по большому счету не верил? Ну конечно. Ну конечно. Итак, я вообще не рассматривала никаких вариантов. Рассматривать, рассмотреть. Если вы видите два глагола. Первый глагол будет НСВ, второй глагол СВ. Рассматривать, рассмотреть. Например, какой-то предмет. Очень-очень близко его рассматривать. Можно рассматривать картину, например, все детали на этой картине рассматривать. Либо можно рассматривать предложение о работе. И даже в школе я подходила к своим учителям, оставляла им свою подпись и говорила, вы знаете, вот когда я стану популярной, я буду расписываться вот так. Итак, мы с вами уже говорили, что подходить плюс предлог к плюс дательный падеж. Подходить к кому-то или чему-то. Становиться, стать плюс творительный падеж. Она здесь говорит, когда я стану популярной. Это у нас творительный падеж. Ну, естественно, надо мной все прикалывались, немножко стебались. Опять вы видите эту частичку НУ, которую мы очень часто используем в разговорной речи, но не на письме. Так, естественно. Например, я встала поздно и естественно опоздала. Сто процентов, да, когда мы в чем-то не сомневаемся, мы говорим естественно. Прикалываться или стебаться над кем-то. Это творительный падеж. Это значит шутить, шутить над кем-то. Учителя и в классе. Ну, не то чтобы стебались, но это была такая шутка смешная. То есть никто по большому счету не верил. По большому счету это в общем. Когда мы смотрим на картину в общем. То есть в общем никто не верил. Ну, конечно. Итак, рассматриваем их фразы. Ну, в общем, я что хочу сказать. Я хочу сказать всем, кто сейчас это смотрит, особенно молодым. Что самое главное на самом деле это упорство, желание и вера в то, что ты делаешь. На самом деле, значит, в реальности. И здесь, откровенно говоря, мне очень нравится эта фраза. Потому что я тоже считаю, что если вы хотите чего-то добиться, это самое главное упорство и желание. И, конечно же, вера в то, что ты делаешь. Я с этим полностью сто процентов согласна. Тяжело было, когда говорили нет? Очень больно, очень тяжело. Плакали? Плакала. И каждый раз, когда неудача за неудачей, это очень трудно. Неудача за неудачей. Когда мы говорим, что что-то идет сразу после чего-то, мы используем предлог за. Например, у меня проект за проектом. Первое слово у нас в винительном падеже, второе слово в творительном. Или у меня урок за уроком. Урок за уроком. Это значит, что уроки у меня прям идут один после другого. Урок за уроком. Я хочу просто понять тот момент, когда вам долгие годы говорили нет. И потом человек с гигантской золотой цепью и татуировками по всему телу сказал да. Это невероятное было, конечно, ощущение и впечатление. И первое время я не верила. И, честно говоря, как только меня подписали на лейбл, я немножко расслабилась. Итак, я хочу просто понять тот момент, когда долгие годы говорили нет. А просто мы очень часто его используем. Например, я просто звоню поболтать. Или я зашла в магазин просто посмотреть. Долгие годы значит долго. Например, долгие годы я училась рисовать. Или я училась рисовать долго. И потом человек с гигантской золотой цепью и татуировками по всему телу сказал да. Ну, здесь нужно знать немножко контекст этой ситуации. Эта девушка, она хотела стать певицей и прошла интервью у известного рэпера. Рэперы, конечно, у них у всех гигантские цепи и у них все тело в татуировках. Поэтому он говорит, и потом человек с гигантской золотой цепью и татуировками по всему телу сказал да. То есть он отсылается к этому рэперу. Когда мы хотим сказать, что хотим указать на человека, не знаю, с какими-то особыми волосами, либо с сережками, либо как здесь с цепью, мы используем предлог с и творительный падеж. Например, девушка с длинными волосами или девушка с большими сережками. Это невероятно было. Вообще, конечно, ощущения и впечатления. И первое время я не верила. Первое время это значит в начале, либо поначалу. Первое время я не верила. И честно говоря, как только меня подписали на лейбл, я немножко расслабилась. Немножко это синоним немного. Подписать на лейбл это значит подписать контракт. Это такое выражение, которое используется в сфере музыки. Немножко сегодня в гостях. И мы с Клавой. Сейчас хотели бы подробно ознавиться. Вот прошу вас, вы будете первым человеком, который мне объяснит, что такое тикток. А вы еще не знаете. Я знаю. Ну я же, ну слушайте. Я же все-таки современный молодой человек. Но я могу предугадать. У меня жизнь, ну. Вот у каждого человека знакомство с тиктоком начинается так. Что это за фигня для малолеток? Я не буду это делать. Молодежь деградирует. У меня было такое же мнение. Да, действительно, они очень быстро говорят. Поэтому, как я вам уже сказала, уменьшайте скорость видео, если вы хотите понять, о чем идет речь. Прошу вас, вы будете первым человеком, который мне объяснит, что такое тикток. Он был, либо он будет, плюс творительный падеж. А вы еще не знаете? Я знаю. Ну я же, ну слушайте. Я же все-таки современный. Но я могу предугадать. Предугадывать. Предугадать можно ответ, реакцию, поведение. Вот у каждого человека знакомство с тиктоком начинается так. Что это за фигня для малолеток? Фигня это что-то несерьезное, либо что-то простое. Малолетка это подросток, человек, который не достиг совершеннолетия. Это малолетка. Но мне кажется, оно достаточно грубое, поэтому лучше использовать подросток. Я не буду это делать, молодежь деградирует. Молодежь это молодые люди. Деградировать, ухудшаться. Обычно мы говорим люди деградируют, либо общество деградирует. У меня было такое же мнение. Когда вы что-то сравниваете и хотите сказать, что у вас мнение, например, одинаковое, вы можете использовать слово такое же. И здесь обратите внимание, что оно меняется в зависимости от пола. У меня такое же мнение, потому что мнение это средний род. Да, меняется от рода, не от пола, от рода. У меня такая же машина, машина, женский род. У него такой же телефон, мужской род. У нее такие же сапоги, множественное число. И ты скачиваешь это приложение, и ты думаешь, что это реально какая-то ерунда, а потом ты как-то принимаешь и начинаешь выполнять все эти челленджи, пытаться попасть в реки, в рекомендации там. Реки – это рекомендации, это ваш сленг. Так, еще один абзац, еще один отрывок этого диалога. И ты скачиваешь это приложение, и ты думаешь, что это реально какая-то ерунда. Скачивать, скачать обычно с интернета. Можно песню, приложение, фильм, статью. Все что угодно, что вы берете из интернета, вы скачиваете. Ерунда, либо фигня – это сленг, это значит что-то простое, что-то несерьезное. Это сленг. А потом ты как-то принимаешь и начинаешь выполнять все эти челленджи, пытаться попасть в реки, в рекомендации. И здесь вы видите, что она использует английское слово challenge. Мы его используем очень, молодежь часто использует в русском языке. Но на русском challenge – это значит либо вызовы, либо какие-то задания. И опять-таки, вы видите, попасть в реки – это тоже сленг, значит рекомендации. Реки – это рекомендации, это ваш сленг, да, это наш сленг. Я хотел у вас узнать, как вы относитесь к творчеству вашей тезки Клавдии Шульдженко? Моя бабушка очень любила Клавдию Шульдженко. И она мне периодически, у меня бабушка современная, там в телеграмме говорит, а послушают у нее эту песню, а эту. Но самое главное, что она когда выходила, у нее каждое представление и выступление было как спектакль. То есть немножечко вы похожи. Вас же назвали в честь Клавдии Шульдженко? У меня была прабабушка Клавдия. Или в честь героя Гамлета? Нет, меня назвали в честь прабабушки Клавдии. И последний отрывок. Я хотел у вас узнать, как вы относитесь к творчеству вашей тезки Клавдии Шульдженко. Как вы относитесь к плюс дательный падеж. Это значит, какое ваше мнение, какое ваше отношение. Если вы спрашиваете мнение человека, вы можете спросить, как вы относитесь к плюс дательный падеж. Тезка. А, интересное слово. Например, меня зовут Юля, а это моя тезка. Это значит, что ее тоже зовут Юля. Если кого-то зовут так же, как и вас, это ваш тезка. Моя бабушка очень любила Клавдию Шульженко. И она у меня периодически, у меня бабушка современная, в телеграмме говорит, а послушай у нее эту песню, а эту. Периодически значит иногда. У меня бабушка, это значит моя бабушка. У меня мы очень часто используем, не только когда мы говорим у меня есть, либо у меня нет, но и как в этом контексте. Вместо того, чтобы сказать моя бабушка, мы говорим у меня бабушка. И телеграмм это русская платформа для общения, что-то типа вотсапа. Самое главное, что она когда выходила, у нее каждое представление и выступление было как спектакль. То есть немножечко вы похожи. То есть значит другими словами. Немножечко, это значит немного. Быть похожими, это значит иметь что-то общее. Например, мы похожи, у нас есть что-то общее. Вас же назвали в честь Клавдии Шульженко или в честь героя Гамлета. Назвать в честь плюс родительный падеж. Например, меня назвали в честь мамы. Это значит, что у моей мамы, точнее у меня точно такое же имя, как и у моей мамы. Нет, меня назвали в честь бабушки Клавдия. Как я уже сказала, в честь прабабушки. В честь прабабушки это у нас родительный падеж. Ну что, друзья, на этом все. Пишите в комментариях, если этот диалог был вам полезен или он был слишком сложный. Но это тот язык, который мы используем в каждодневной речи, как вы видите. До скорых встреч и пока-пока! Друзья, чтобы вы поняли, она может все. Клава Кока, спасибо огромное! Клава, приходите еще! Субтитры сделал DimaTorzok